МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бизнес-круги, приближенные к миллиардеру Константину Живаго, настойчиво искали деньги. «Мы хотим привлечь 4-летний предэкспортный синдицированный кредит в размере до 350 миллионов долларов», — заявляли ФерЭкспо. В июне 2018-го те же люди заявили, «Мы намерены снизить долг на 200 миллионов долларов до конца 2020 года». Весной 2017-го ФерЭкспо заявила, что 31 июля закроет сделку по синдикации кредита на 350 миллионов долларов, организатором которой выступал французский Биэнпи Парибас. Однако в итоге собрать средства к этой дате не удалось. Западные банки выдвинули требования о передаче в залог Полтавского комбината, крупнейшего производителя железорудных окатышей в Украине. В ответ Живаго потребовал увеличения размера кредита уже до полмиллиарда долларов. В ноябре прошлого года Живаго все-таки получил желанный кредит, однако совершенно не на тех условиях, на которые рассчитывал весной. Шесть банков во главе с Биэнпи Парибас ограничились 195 миллионами долларов. Причем эти деньги были выданы Живаго на довольно позорных условиях. Под кредит ФерЭкспо заложило почти четверть имущества Полтавского ГОКа. Менеджер по работе с инвесторами ФерЭкспо Ингрид Макмехан заявила, что через два с половиной года, к концу 2020-го, компания Живаго намерена снизить долг на 200 миллионов долларов, а также создать подушку безопасности в виде свободных оборотных средств в размере 60-100 миллионов долларов. Эксперты выражают сомнения в возврате кредита на 350 миллионов долларов. После того, как на счетах лопнувшего банка Живаго финансы и кредит фактически пропали 165 миллионов, произошел разрыв отношений с крупным миноритарием, чешским бизнесменом Сденеком Бакколой. Вместе с ним они контролировали поставку сырья на металлургический комбинат US Steel Koshetse в Словакии. Сегодня эта возможность окончательно потеряна. Это фактически признала на прошлой неделе уже упомянутая Ингрид Макмехан. Мы не уходим с рынка в Восточной Европы, но постоянно снижаем туда поставки, ориентируясь на наших основных потребителей, в частности в Германии, Южной Корее, Австрии и Японии. И в Словакию мы практически больше не поставляем продукцию. За последний квартал котировки акций Fair Expo обвалились почти в полтора раза – с 315 центов до 223. Днепровский металлургический комбинат, управляемый холдингом Рината Ахметова «Метинвест» и администрация Каменского подписали меморандум о сотрудничестве в сфере улучшения экологической ситуации. На корпоративном сайте предприятия сообщается, что подписи под соответствующим документом 11 июня поставили Каменской городской голова Андрей Белоусов и генеральный директор Днепровского медкомбината Александр Подкорытов. Подписание меморандума об экологическом сотрудничестве гендиректор ДМК считает очередным этапом выполнения социальных обязательств перед городом. Уже выполнен ряд мероприятий в рамках экологической программы города по снижению выбросов загрязняющих веществ агломерационным, доменным и конвертерным производствами. В 2018 году запланирована замена двух существующих котлов-утилизаторов с модернизацией газоочистных систем на сумму 233,8 миллиона гривен. Это обеспечит существенное снижение выбросов загрязняющих веществ с достижением их концентрации до 50 миллиграмм на кубический метр. В 2019 году запланировано начало модернизации газоочистного оборудования вращающих печей отделения производства известий. На это будет израсходовано 85,4 миллиона гривен. Ожидаемый эффект – снижение выбросов загрязняющих веществ на 800 тонн. Во время ежегодной прямой линии российского президента Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможном нападении украинских вооруженных сил на ДНР и ЛНР, заявил, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Комментируя это высказывание, эксперты сходятся в мысли об очередном витке эскалации политического и экономического кризиса в отношениях между Украиной и Россией. Имя нового собственника металлургического комбината «Арселор Митал Галати» может быть названо уже этим летом, а сама сделка будет закрыта до конца 2018 года. сообщил Богдан Греку, генеральный директор предприятия. При этом глава металлургического предприятия допустил, что комбинат мог бы быть интересен инвесторам как из Евросоюза, так и с постсоветского пространства, но при этом он отказался называть имена потенциальных покупателей. «Очень важно, чтобы новый собственник имел необходимые финансовые, экономические и технические инструментарии для развития предприятия. Его кандидатура будет утверждаться Еврокомиссией, которая хочет, чтобы завод в Галате конкурировал с продукцией «Арселор Митал», отметил гендиректор. При этом Греку напомнил о синергетическом эффекте между комбинатами «Арселор Митал Галате» и «Арселор Митал Скопье». «Существует сильная взаимосвязь между Галате и Скопье. Мы работаем как один производственный актив. Это может представлять собой дополнительную ценность для потенциальных инвесторов», — подчеркнул Богдан Греку. Кроме того, топ-менеджер сообщил, что вместе с «Арселор Митал Галате» будут проданы также и другие активы, в частности, портовый терминал «Ромпортмент» и линия по выпуску сварных труб. В этом есть экономический смысл, чтобы новый инвестор владел всей производственной цепочкой, включая логистику и производство труб. «Это будет привлекательный пакет для него», — констатировал генеральный директор. Как сообщалось ранее, «Арселор Митал» 7 мая 2018 года получила разрешение от антимонопольных органов Еврокомиссии на покупку итальянского металлургического комбината «Илва», крупнейшего в Европе. Взамен крупнейшая в мире сталилитейная корпорация согласилась на отчуждение ряда активов для выполнения антимонопольных требований. В частности, будут проданы 5 медпредприятий. «Арселор Митал Помбино» — Италия, «Арселор Митал Галате» — Румыния, «Арселор Митал Скопье» — Македония, «Арселор Митал Острава» — Чехия, «Арселор Митал Дуделенч» — Люксембург, а также линии номер 4 и 5 горячего цинкования во Флимале и производственные линии в Тиллере. Оба актива находятся в городе Льеш, Бельгия. На период продажи «Арселор Митал» уже сменила генерального директора на «Арселор Митал Галате» — Румыния и «Арселор Митал Скопье» — Македония. Кроме того, как сообщают бельгийские СМИ, на покупку прокатных заводов «Арселор Митал» в бельгийском городе Льеш уже претендуют 4 компании. По информации PLATS SBB Daily Briefing, горно-металлургическая монополия Рената Ахметова «Метинвест» планирует подать оферту на покупку трех металлургических заводов сталелитейной корпорацией «Арселор Митал» в Европе. После продолжительной паузы, в основном из-за финансовых вопросов, иранский производитель сортового проката «Эсфахан Стил Компани» готов поставить первую партию рельсов иранским железным дорогам. Данное событие предприятие рассматривает как отправную точку в плане самообеспеченности страны рельсами и строит амбициозные планы на будущее. Первые 40 тысяч тонн рельсов готовы к отгрузке в адрес иранских железных дорог после длительной задержки с момента подписания контракта в октябре 2016 года. Хотя «Эсфахан Стил Компани» удалось улучшить свои финансовые позиции за последнее время, компания по-прежнему нуждается в дополнительных инвестициях. Ключевой акционер «Эско» Social Security Investment Company ведет переговоры с потенциальными иностранными и местными инвесторами относительно продажи своей доли. Вы смотрите «Металл Ньюз». Индикативные цены на отчетной неделе выглядели так. «Эсфахан Стил Компани» Вы смотрели «Металл Ньюз». Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий обзор.